шалом и так бог ищет в нас веру я определил ее как доверие и как опыт так и писание говорят о том что наше доверие кому бы то ни было как человеку так и богу зависит от нашего представления об этом человеке или о боге мы доверяем тем кто представляется нам заслуживающим доверия тем кто за нас а не против и кто при этом еще и компетентен как минимум об этом была речь в первой программе а во второй мы сказали что вера вменяется человеку в праведность потому что это его свободный выбор в мире где его органы чувств хором и постоянно без перерывов и выходных внушают ему что угодно но не веру в бога библии страх сомнения скептицизм агностицизм еще раз что угодно но не веру верующий человек признается богом за праведника потому что не отрицая свидетельств своих органов чувств совершенно не располагающих его верить он ищет и находит также другие свидетельства в том числе и органов чувств свидетельство красоты и порядка в природе а также свидетельство собственной совести и свидетельство в жизни верующих людей верующий человек рассматривает все это крепко думает и приходит к выводу о том не о том простите приходит к выводу не о том что бога нет весь мир проклят островки порядка красоты и доброты попадающие в его поле зрения это лишь абсурдные случайности годные лишь для создания иллюзий он делает вывод о том что бог есть а мир сотворенный им хотя и очень испорчен но не безнадежен что бог больше греха тления смерти и поэтому в конце концов все будет хорошо по крайней мере у тех кто очень хочет этого и откажется от неверия и его пагубных последствий сегодня я хотел бы перейти к библейским примером верующих людей чтобы всю эту теорию пояснить конкретикой их очень много и они очень отличаются друг от друга достаточно почитать 11 главу послание к евреям где перечислено лишь некоторые из них там это очень хорошо видно авель совершил жертвоприношение и но ходил с богом но и построил ковчег и так далее при всех их различиях они все реагировали вполне определенным образом на божье откровение и они делали определенный выбор я по первому образованию технарь и поэтому опишу этот выбор словом подключиться они выбирали сотрудничество с богом то есть а признание его богом и сувереном этого мира и при мне и принимали его приглашение к жизни вместе они подключались к богу можно если так сказать они принимали приглашение бога к жизни в которой воля человека и воля бога свободно сопрягаются я уже цитировал иакова вера без дел мертва поэтому и в этой главе 11 главе послания к евреям о героях веры большая часть материала о конкретных поступках каждого из них то есть о том что павел называет послушанием веры о действиях основанных на вере и продиктованных ей но здесь также говорится и о самой вере а в этой главе первый конкретный пример который я хочу разобрать это ной человек спасший мир от исчезновения второй родоначальник человеческой расы который построил ковчег на котором спасся сам вместе со своей семьей и животными каждой твари по паре уже на его примере мы видим два важных компонента тех отношений с богом в которых присутствует эта самая вещь называемая верой первый компонент это откровение бог показал ною что-то в его случае это откровение было о божьем намерении судить человечество и спасти праведников чтобы с них начать все сначала второй элемент решение но и двигаться в ногу с этим откровением построить свою дальнейшую жизнь взяв его за основу подключиться к нему если так можно выразиться почему ной принял такое решение он сильно переживал за исчезновение редких птиц и животных я думаю что гораздо сильнее он переживал если уж не за собственную жизнь то за выживание своего потомства хочу обратить ваше внимание на то что это совершенно естественное человеческое желание видеть свое потомство живым здоровым и преуспевающим видел ли но и перед собой грядущее искупление человечества строя ковчег думал ли он что этот ковчег был прообразом мессии как об этом любят учить христианские проповедники библия об этом умалчивает поэтому вправе предположить что ничего подобного у него на уме не было и прийти к выводу что бог спасая человечество от полного уничтожения сотрудничал с человеком озабоченным отнюдь не глобальными проблемами а выживанием собственного потомства и у меня даже не повернется язык добавить перед словом выживание фразу всего-навсего ведь это сам бог сказал свое время людям плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю если посмотреть на жизни других героев веры то зачастую та же картина исаак благословил своих сыновей иакова и исава верой в будущее как написано в тексте в какой именно будущее не сказано ни в послании к евреям не в бытии но судя по всему что написано о жизни патриархов в хорошее будущее в каком смысле хорошее в тысячелетнее царство мессии где лев и ягненок будут лежать рядом да что вы об этом там и речи не было там все было куда проще исаак любил исава говорит нам писание а кстати почему он его любил потому что тот библию регулярно читал да ну и молитвы богу тоже часто творил тот любимый сынок нет потому что дичь которую ловил исав была по вкусу якова вот что написано в священном писании я могу ошибаться но мне кажется что будущее в которой верил исак благословляя сыновей было благословенным не в супер духовном смысле слова а в очень приземленном об иосифе написано что перед смертью он напоминал об исходе сынов израилевых и завещал то есть сделал завещание высказал свою последнюю волю о своих костях опять же человек думал о будущем своего клана которым он фактически стал вторым отцом о том чтобы этого клана была своя земля и не забыл также собственных останках обе заботы вполне естественным нет в них нет на мой взгляд ничего небесного но среди праведников танаха есть один которого новый завет называет отцом веры авраам и почему же именно его только потому что он старший из патриархов израиля что именно с ним бог заключил особый завет посмотрим как строились отношения авраама с богом вокруг чего ему наверное как любому нормальному мужчине тем более мужчине в древности и на востоке хотелось иметь сына наследника а жена была бесплодна и тут появляется бог который говорит что авраам тогда в его имени была еще только одна буква станет не просто отцом сына или нескольких сыновей и не просто патриархом клана а родоначальником великого народа более того что авраам каким-то образом станет каналом божьего благословения всем народом земли великое обещание но есть одно условие бог увязывает исполнение этого плана с тем что авраам оставит свою собственную землю свой клан и пойдет в новое место в землю которую ему укажет бог и здесь намечается очень интересный формат взаимоотношений человек у тебя есть нужда обычная земная человеческая нужда хорошо я помогу тебе я сделаю для тебя то чего желает твое сердце причем не скупо а по-царски точнее по-божески я бог я царь вселенной а не какой-то скряга ты получишь больше того о чем мечтаешь или просишь намного больше но при условии что ты тоже выполнишь мою просьбу ты поселишься там где я тебя попрошу поселиться какой-то момент по прошествии ряда лет и после нескольких важных событий бог в очередной раз заверяет авраама в том что тот не останется бездетным что его потомство будет так же многочислено как звезды на небе и дальше есть этот стих на который ссылаются как яков так и павел в новом завете авраам поверил господу и он вменил ему это в праведность это был далеко не первый раз когда господь заговорил с ним в двенадцатой главе книги бытия бог говорил с ним дважды в тринадцатый третий раз в четырнадцатой главе авраам получает благословение от мелхиседека священника божьего но только здесь в пятнадцатой главе мы находим слова о том что авраам поверил господу почему не раньше рискнул высказать предположение что раньше авраам если и верил то не так чтобы об этом можно было сказать в библии безусловно он откликнулся на божий призыв ушел из харана и ушел не куда-то а пришел таки в ханан туда куда бог велел идти он поклонялся богу ставил ему жертвенники но верил ли он при всем этом в обещании божия по-настоящему если вера всегда вменяется человеку в праведность как учит нас павел новом завете и она настолько важна то вряд ли господь тянул бы с признанием веры авраама просто так по всей вероятностью до пятнадцатой главы эта вера если и было то другого качества в любом случае факт состоит в том что первые слова бога аврааму здесь не бойся они свидетельствуют о том что в сердце авраама был страх по крайней мере в тот момент да и раньше ему бывало страшновато он боялся за собственную жизнь и просил жену представиться его сестрой так что ничто человеческое было ему не чуждо и это прекрасно что писание нам говорит об этом так честно когда бог продолжает свою речь и говорит аврааму я твой щит награда твоя весьма велика авраам в ответ бросает упрек богу владыка господи что ты дашь мне я остаюсь бездетным распорядитель в доме моем этот илиезер из дамаска и сказал авраам вот ты не дал мне потомство и вот домочадец мой наследник мой мне так нравится что с богом можно и нужно быть абсолютно честным что богу нужно не выдавливать не выдавленные из себя через силу аминь а слова от сердца какими бы они ни были как мы видим из дальнейшего текста бог реагирует на них не гневом не упреком не осуждением а просто спокойно продолжает разговор и указывает аврааму на небо указано устраивая ему свое рода визуализацию и было слово господа к нему и сказано не будет он то есть илиезер из дамаска твоим наследником но тот кто произойдет из чресла твоих будет твоим наследником и вывел его он и сказал посмотри на небо и сосчитай звезды если ты можешь счесть их и сказал ему столько будет у тебя потомков великие праведники библии все были очень честны с богом и не стеснялись упрекать его когда им было горько на душе так делали иов давид и пророки сам ешуа самый ужасный момент своей жизни предсмертный момент закричал боже мой боже мой для чего ты меня оставил именно после этих упреков бог указал аврааму на небо и он наконец-то поверил слова господа как знать нет ли причинно-следственной связи между этим упреком господу и последующей верой в пришедшие затем слова господа почему бог вменил эту веру в праведность потому что авраам сделал мужественный выбор с одной стороны у него были свидетельства реальности бога и его благословения оставив свой клан и уйдя в неведомую землю он не погиб он не только вышел но и разбогател одержал победу над теми кто захватил в плен его племянника с другой стороны сара так и не исцелилась от бесплодия а сам он не стал моложе и старческая немощь неумолимо приближалась он еще может стать отцом но успеет ли очень земной вопрос опять-таки мы вернемся к аврааму через неделю спасибо шалом